Привет, друзья, с вами Ваймс, и это снова Escape from Tarkov, и это снова посткомментирование, и я делаю несколько разных квестов, в основном в лесу, один из них, тот, который я пытаюсь сделать в этом клипе, в этом видео, это квест егеря убить 5 диких, не хилясь, и он немножко странный, в том плане, что он проваливается от хила в любой момент, неважно, то есть он именно что проваливается, если я в какой-либо момент похилюсь, в рейде, то мне нужно выходить из рейда и брать квест заново, и это немножко странно, потому что можно было бы сделать там, что серия отваливается при хили, например, что типа если я похилился вначале, там убил одного бомжа, похилился, потом убил 5 бомжей, не хилился, и оно бы засчитывалось, но нет, хилиться в рейде нельзя вообще, но на самом деле квест этот не настолько сложный, насколько рандомный, в том плане, что нужно, чтобы попалось 5 бомжей, чтобы не попались игроки, чтобы никто из них не навесил какой-нибудь Блид, или еще что-нибудь такое, но в принципе это удачный спаун, потому что я на восточной, получается, стороне карты, что-то типа того, и бомжей здесь довольно много, и игроков здесь довольно мало, потому что здесь всего лишь, по-моему, 3 или 4 спауна игроков возможных, на другой стороне карты их раза в 3 больше, ну да ладно, не уверен, убил этого чувака или нет, но я в него пострелял, пострелял я в него из Адара, который по сути М4, но не совсем, не уверен, зачем я там целюсь в камень, наверное, чтобы посмотреть над прицелом, что там видно в ту сторону, видимо, да, ну да, это Адар, он очень сильно кастомизирован, я с ними немножко игрался, он полуавтоматический, 5.56 на сколько там, на 39, может быть, патроны, я не помню на сколько, но 5.56, в общем, стандартные натовские, он норм, но тот факт, что он полуавтомат, ему немножко мешает, а так, по сути, это М4, только полуавтоматическое, но, по крайней мере, он довольно дешевый и довольно доступный, единственная проблема, что бомжи с ним примерно никогда не имеют целика на нем, и юзать их Адары невозможно, в принципе, и продается он обычно тоже без целика, но в данном случае у меня на нем какой-то коллиматор, и это вполне нормально, также у меня на нем там какой-то лазер, еще что-то, почти все детали неродные, но, да, ну и, в общем, я с ним этот квест выполнил, ну, не только с ним, у меня несколько этих Адаров было, там еще пара пушек, но, на самом деле, этот квест мне удалось выполнить довольно быстро, в том плане, что буквально за, может быть, 4 рана, так что все не так сложно, но в ранах до этого я либо умирал до того, как я убью 5 бомжей, либо у меня там первый бомж, или какой-нибудь игрок в самом начале вешал на меня блит, и все, если я не хилюсь, то я умираю через пару, через пару минут, так что приходилось хилиться, и фейлить этим квест, и это не очень хорошо, ну, да ладно, там был бомж, первый, второй, я не уверен, все еще убил ли я первого, который там был вдалеке, я не уверен, был ли он бомжом, скорее всего, да, игроки вроде там не спавнятся, но здесь есть домик, который примерно прямо по курсу, и вокруг этого домика эти бомжи очень массово спавнятся, и все квесты на убийство бомжей удобно выполнять здесь, либо зайти в сам домик и защищать его, либо тусить вокруг него, и защищать его, он там еще один ползает, почему-то игнорит мои выстрелы, ну, типа первые несколько, потом я начал в него попадать там кровь на стенах, но потом он почему-то игнорит мои выстрелы, в том плане, что сколько раз в него потребовалось попасть, много, так что какой-то живучий бомж, ну, или, или скорее он просто в какой-то броне, а у меня примерно самый трэшевый патрон, наверное, не самый трэшевый, а типа средненький, я уже не помню, какие именно у меня патроны, но точно не лучше, лучшие патроны, это дорогое удовольствие, ну, это ладно, там была какая-то стрельба, я отбежал подальше, меняю позицию после каждого убитого бомжа, потому что, да, они любят приходить туда, туда, откуда я их убивал, там я кого-то увидел, может быть, сейчас я там кого-то не увидел, но сейчас я комментирую видео, записанное пару дней назад, так что, я не помню, но видимо, да, видимо, я увидел этого чувака, и видимо, я, да, не ясно убил или нет, но спойлер, что-то я его убил, сквозь кусты, но в данный момент я об этом не знал, так что это было немножко странно, в том плане, что, ну, то есть, немножко страшно скорее, в том плане, что вот чувак там ходил, я по нему пострелял, он спрятался в кусты, и я не знаю, он меня сейчас окружает, зайдет ко мне с флангой и убьет, или что, так что я меняю позицию опять же, не хочу оставаться там, откуда я по кому-то стрелял, особенно, если этот кто-то потенциально мог выжить, ну, в общем, отбегаю подальше, и осматриваю, все, что там происходит, в целом, примерно так этот квест и делается, тусить где-то вокруг дома, но не особенно близко, потому что, если я войду в дом, и буду его изнутри защищать, то значительно выше шанс того, что меня продамажат, потому что кто-нибудь, ну, то есть, значительно выше шанс, что мне придется хилиться, потому что кто-нибудь продамажит, потому что бомжи вокруг него довольно массово спавнятся, и если я внутри, то они идут внутрь и пытаются мне что-то сделать, и они очень любят делать мне блид, или еще что-нибудь подобное, и тогда немножко рип-квест, ну да, стрельба со стороны лесопилки, на нее можно особо не обращать внимания, она тут всегда, потому что там босс живет, там игроки живут, там все живет, там также живет квестовый предмет, который мне нужно подобрать, там папку какую-то защищенную, но не в этом ране. В этом ране моя цель это убить 5 бомжей, так что я от этого домика не особенно хочу отходить, а хотя они в какой-то момент вот так вот перестают спавниться, и возможно лучше было бы пойти куда-то в другое место. Я смотрю, сколько, и это, кстати, вполне вполне интересный вариант, потому что убить в лесу 5 диких в одном рейде, не используя медицину в этом рейде, я убил 4, то есть получается первый чувак, по которому я издалека стрелял, мертв, и вот этот вот чувак, по которому я сквозь кусты стрелял, мертв, и они оба были бомжами, так что квесты иногда позволяют узнать, убил я кого-то или нет, если я не уверен, но естественно не всегда, и как бы не всегда у меня есть квесты, которые позволяют каким-то образом это вычислить, и также не всегда, если я кого-то убил, то он засчитается в квесты, потому что может быть мне нужно там убивать диких, а я убил игрока, может быть мне нужно убивать игроков, а я убил дикого, или еще что-нибудь такое, но в данном случае, теперь я знаю, что я убил всех, по кому я стрелял, и это вполне неплохо, но я решил все-таки подойти к этому домику, посмотреть, что вокруг него происходит, полутать возможно кого-то, веприкантер вполне хорошая пушка, броню я к сожалению взять не могу, потому что у меня бронеразгрузка, которая конечно лучше, ну условно, у нее меньше прочности, и такой же по-моему класс брони, или это та разгрузка, у которой четвертый класс, я не помню, ну и в данный момент у нее больше прочности, а и бумажник у бомжа, они иногда бывают, обычно пустые, вроде бы я не видел бомжа с непустым бумажником, ну и сам по себе бумажник, не особенно дорогая вещь, сколько он тысяч 10 стоит, так что это условно не такой уж ценный лут, но интересный, ну и да, вот так вот внутри дома, тоже вполне вариант, отсиживаться, из него довольно неплохой обзор, в него не очень хороший обзор, то есть снаружи, если я только здесь стою, меня вот с того направления, напротив двери как бы, могут убить там камень какой-то, на котором можно засесть, еще что-нибудь, ну да, я вышел, и сразу стрельба, традиционно для этой карты, и тут тоже сразу стрельба, я не понимаю откуда, я не понимаю кто, я не понимаю где, но к счастью, мне не убили ногу, так что я смог убежать куда-то, и потом уже разбираться, вторым по мне стрелял точно бот, потому что он стрелял, во-первых, криво, во-вторых, он стрелял из шотгана, и по ногам, потому что боты очень любят стрелять из шотгана по ногам, и поскольку я примерно знаю, как себя ведут боты, я пытаюсь его обойти так, чтобы оказаться относительно него сзади, и собственно, убить его, вон там кто-то ходит, возможно, это он же как раз, хотя с такого расстояния из шотгана, не уверен, но он лег, я пострелял чуть ниже того, где он был до этого, и квест выполнен, и выживать в этом квесте не обязательно, он выполняется, как только я убью пять бомжей, можно после этого хилиться, насколько я понимаю, ну и можно после этого умирать, это точно, хилиться я не рискнул, потому что вдруг он провалится, от этого все-таки, даже если он уже выполнился, как бы, ну да, у меня около половины, и вот это вот, видимо, не, не вот это вот, вот это вот, видимо, тот бомж, который по мне до этого стрелял, и почему-то он полностью игнорит все мои выстрелы, но в итоге нет, в итоге он умер, и после этого я умер от какого-то непонятного выстрела, непонятно откуда, я бы предположил, что игрок снайпер, но, но, нифига не игрок снайпер, то есть, может быть, может быть, это игрок бомж, но просто без каких-либо там вопли, без каких-либо выстрелов мимо, перед этим, просто ваншот, непонятно откуда, этим бомжа немножко бесит, ну да ладно, ну и сразу же после этого я сдал квест, потому что я опять же не хочу рисковать, что он там провалится, хоть я и выполню его условия, если я похилюсь, так что я просто нажал завершить, как-то так, мне дали новый квест, визит вежливости, на побережье найти три дома, один из них я уже нашел, спойлер, и этого нет в записанных, ну, не в записанных видео, в тех, которые я буду куда-либо выкладывать, потому что я просто зашел в этот дом, оно засчиталось, но я потом когда-нибудь покажу, где он, ну а пока что поехали, второй ран, и второй ран, это завод, на котором я просто пытался набить достаточно убийств игроков, мне там нужно убить четырех игроков Юсак, мне нужно там еще какое-то количество бомжей суммарное, еще что-нибудь, ну и также у меня было несколько Аксу, которые остались с того квеста, на убийство на таможне, так что у меня вполне затюнингованная Аксу, которую мне по страховке когда-то вернули, а, и также мне по одному из квестов, по квест-терапевту мне нужно попасть в 306 или в 206 номер, в этом, в санатории, и ключ от него спавнится где-то здесь в душевых, в одном из шкафчиков этих, но не в этот раз, но зато в этот раз безумная стрельба, почему нет, я в основном все-таки проверяю шкафчики, потому что я сюда в основном за ключом пришел, но также пострелять, потратить Аксу, и все такое, кто-то где-то бегает, вот этот чувак где-то бегает, и также где-то бегают бомжи, на таких дистанциях Аксу в принципе вполне норма, от бедра, очередями, разве что патроны кончаются быстро, не уверен, что эта граната кого-то убила, так же это, это были два игрока, когда я их убивал, я не думал, что это были игроки, но сейчас на видео я вижу, что они, один из них начал бегать назад, боты этого обычно так не делают, в такой ситуации, но они как-то выглядели как боты, и потом я очень удивился, что на экране после завершения этого матча, там типа его игроки, рандомные какие-то, я их даже не залутал, спойлер, но да, это было вполне мясо, а сейф, в сейфе иногда бывают полезные вещи, в данном случае в нем абсолютнейший трэш, 500 рублей, 600 рублей, сколько там было, и так же я слышу кого-то, кого-то в том направлении, видимо на лестнице опять же, видимо вот этого вот бомжа, который почему-то смотрит вниз, ему что-то очень интересно внизу, я слышу еще кого-то, но не совсем понимаю где, в итоге я решил обыскать здесь чуваков, это игрок 27 уровня, и у него вал, и это вполне неплохо, также у него броня, убитая в ноль, ну и всякие очки, повязки, и всякие подобные вещи, вал я все-таки взял в руки, взял себе обратно свою гранату, которую я до этого кинул, ну не ту, которую я до этого кинул, на такую же, вместо своей, разгрузка у него тоже довольно неплохая, но я слышу, бомжей где-то, например здесь, короткими очередями, как-то вообще не получается из этого стрелять, я никогда никого не убиваю, а вот зажрать от бедра в ближнем бою, вполне работает, ну хорошая аптечка, куча магазинов к валу, а морфий, не знаю зачем я его в подсумок, ну как бы я его кладу в подсумок, потому что он дороже, чем 600 рублей, но он не такой уж дорогой, типа 10 тысяч может, тушенка это, да, более хороший предмет, чтобы положить в подсумок, потому что это квестовый предмет, ну и также, мясо кончилось, так что, вполне вариант, пообыскивать все трупы, которые тут поблизости, усы, всегда хорошо, бинты всегда тоже неплохо, и тут висящая в воздухе СВД, которую почему-то не очень получается залутать, потому что она у одного из застаканных здесь трупов, ну да, СВД, вал, я соответственно перевожу в рюкзак, потому что он туда влезает хорошо, себя взял жетон этого чувака, более хорошие наушники, чем те, что у меня, это по идее лучшие наушники в игре, еще одна нормальная хилка, F1 граната, пара магазинов СВД, и тут кто-то очень массово ходит, так что, так что я решил, что не стоит особенно там задерживаться, ходят скорее всего бомжи, но как бы у меня две хороших пушки, помимо моей основной, а у меня всякие хилки массово, и прочие ценные предметы, так что я решил, что возможно, возможно стоит свалить, особенно когда по мне вот так вот стреляют, гранат туда, на случай, если кто-то за мной идет, и на выход, там явно игрок где-то бегает, но да, он уже не успеет, короткий веселый ран, на заводе, вполне то, что обычно, ну как не, то что иногда случается на заводе, обычно случается примерно то же самое, только я умираю где-то после первого или второго убийства, но да, три игрока, несколько ботов, 805 урона нанес, 7 убийств из винтовок, и все тому подобное, и аксу я так и не потерял там, удивительно, а СВД я в итоге продал, а вал, по-моему, у меня все еще остался, ну да ладно, поехали, третий ран, и третий ран, это снова лес, только на этот раз у меня в руках сайга, сайга 12 калибра, заряженная бронебойными слагами, бронебойная пуля, АП 20, по-моему, и я здесь с этой сайгой выполнял квест на убийство, диких в лесу, из дробовиков, конечно, сайга со слагами, это скорее не до снайперка, а не дробовик, и одержана она, соответственно, ну да, очень затюнингованная сайга, эргономика высокая, я попытался переставить прицел, потому что мне показалось, что может быть он на переднем, на передней планке будет лучше работать, но почему-то он туда не ставится, и это немножко странно, но не знаю, не ясно, ну в общем да, сайга с глушителем, с прицелом двукратным, со всякими планками, обычно прицелы на вот этой вот задней планке лучше работают, но здесь он как-то странно работает, медленно включается, с кучей черных полей как бы, по краям прицела, и все такое, я с разными прицелом бегал, это не первый мой ран на этот квест, спойлер, это последний мой ран на этот квест, и в начале этого рана мне остается типа 3 убийства, может быть 2, я сейчас уже точно не помню, ну в общем пара убийств, бомжей из дробовика, но в принципе сайга с бронебоинами очень, ну как, не очень неплохо, но вполне неплохо себя показывает, в лесу, потому что собственно она достаточно дальнобойная, и достаточно эффективная, не против тяжелой брони, броню 4 класса она по сути вообще никак не пробивает, броню 3 класса так с трудом, но пробивает, с парой тройки выстрелов, проблема в том, что магазин упал 5 патронов, но при этом, как бы у меня не было каких-то таких проблем, что вот у меня сайгай, я из-за этого страдаю, какие у меня были с аксу, в квесте на таможне, хотя там они были в основном против игроков, с другой стороны против бомжей тоже, тоже иногда были, ну да ладно, это тот же самый дом, та же самая часть карты, тут мне можно хилиться, так что, немножко адекватнее все, но также тут мне нужно убивать, бомжей, из не настолько хорошей пушки, как Адар, то есть Адар тот же самый, да, он бы здесь был лучше, но сайга, тоже вполне неплохо себя показывает, первый чувак, мертв, с одного, скорее всего бот, я на 100% не уверен, я его труп так не нашел, в итоге спойлер, это мне совершенно, одна вещь, которая мне совершенно не нравится, в этой карте тут слишком много травы, если кого-то издалека убиваешь, то потом его труп найти иногда очень сложно, особенно если ты не сразу бежишь его искать, потому что если бы я сразу побежал, то я бы его естественно нашел, потому что я вижу где я его убил, но если сначала пошататься по локации, там поубивать еще врагов, пообходить еще врагов, то потом хрен найдешь этот труп, и это немножко напрягает, и да, я ищу сколько мне на квестах нужно убить, для этого нужно вспомнить, какой это вообще квест, ну да, мне нужно убить двух, еще, возможно изначально мне нужно было убить трех, а это был бомж, скорее всего так, потому что он не был особенно похож на игрока, но опять же, труп я его так и не нашел, так что мы никогда, ну хотя не, мы узнаем в конце, в конце этого рана, там написано, вроде бы это был бомж, ну и опять же, я шатаюсь около дома, я пытаюсь дождаться спавна каких-то бомжей поблизости, чтобы их убить, стрельба опять же в направлении лесопилки, я посматриваю, вдруг кто-то близко стреляет, но не, эта стрельба далеко на самом деле, даже когда она слышится довольно близко, типа вот так, хотя это даже не особо близко слышалось, я слышу бомжа, и он меня видит, и он по мне вполне неплохо стреляет, и это вот еще одна вещь, которая меня абсолютно бесит в этой карте, бомжи видят сквозь траву, и стреляют сквозь траву, и она для них вообще, травы для них не существует, то есть если бомж где-то за холмиком, и он из-за этого холмика выходит, то его голова как бы из-за холма торчит, и он меня видит, минус рука моя, но минус бомж, ну да, он меня видит, он может в меня стрелять, при этом я его не вижу совершенно, потому что он за травой, он полностью скрыт травой, но ему это не мешает, и как бы если бы это был игрок, то он бы не мог по мне стрелять, потому что я бы для него был полностью скрыт травой, потому что, блин, между мной и этим бомжом трава, Достаточно высокая, чтобы... Ну, если она на хоумике, там, или типа того. Достаточно высокая, чтобы полностью закрыть обзор. Но не, бомжам пофиг. Так что бомжи на этой карте значительно опаснее, чем игроки. Точно так же они могут просто лечь в траве. И мне их не видно совершенно. А и меня вполне. И опять же, если я лягу в траве, то мне абсолютно ничего не будет видно, потому что я буду видеть траву. И все. Так что... Возможно, здесь бомжи опаснее, чем игроки. Ну и вот, да, он в меня один раз попал. Снес мне руку, снес мне там по 10% всего остального. Просто один выстрел из чего? Из тоза. По-моему, из тоза. Бомжи с дробовиками опасны. И в данном случае, как бы, он не задамажил меня сквозь траву. Он не стал стрелять в меня сквозь траву. Но он сагрился сквозь траву, что тоже, как бы... Какого хрена он на меня агрится, если меня от него не видно? Абсолютно никак. В этом плане... Эта карта опасна и неприятна. Когда тебя просто сквозь траву убивают, и ты ничего с этим не можешь сделать. Вот эта вот стрельба, кстати, звучит очень близко, но, опять же, она все равно через пол карты просто, видимо, из чего-то достаточно крупнокалиберного стреляют. Я осматриваюсь. Пытаюсь понять, откуда эта стрельба. Рандомно прыгаю, потому что пробел слишком чувствительный. И все такое. А, и пытаюсь обойти этот камень, посмотреть, может, из-за камня просто кто-то стреляет, но не. Кто-то стреляет откуда-то... Откуда-то. С противоположной стороны лесопилки или типа того. Может, за камнем никого. И стрельба все равно с того же направления. И все так же близко слышится. Но там тоже никого. Так что возвращаюсь к домику. И постоянно паниклую по поводу того, что стрельба на лесопилке. И минус обезболивающее. Но я как бы не задамажен, у меня нет эффекта боли, так что... Так что мне пофиг. Просто чуть-чуть менее резким все стало. Еще одну жрать не нужно. А, и вот это вот как раз бомж, который стреляет по мне сквозь траву. Я его совершенно не вижу. Он по мне стреляет и даже не орет, что... Типа, вон он, мочите его там или что, они постоянно орут. А просто сразу начинает стрелять. При том, что я его увидеть просто никак не могу. Потому что он в траве. Я даже не сразу понял, что это бот. Я сначала подумал, что это игрок по мне стреляет. Потому что игроки обычно так без предупреждения стреляют. Но, во-первых, стреляет криво. А, во-вторых, после этого он начал орать. Ну, я решил... Слегка обойти. Я, правда, неправильно решил слегка обойти. Еще не в ту сторону выцеливаю. Ну, к счастью, это очень косой бот. А, и подзадача выполнена. Каратель, часть 4. Только подзадача. Другую часть квеста я еще не сделал, которая... Убийство... Там нужно на побережье убивать игроков. Эквипнув себе жилет дикого и... Блоклаву. У меня несколько убийств есть, но в основном я не могу найти игроков. Ну, да. Я взял у него вепрь, потому что раз я убийство из шутгана сделал, у меня уже шутган не критичен. Так что, на всякий случай, полезно иметь вторичное оружие. Теперь, как бы, нужно что-то... Что-то еще делать. Выбираться с карты, собирать лут, что-нибудь. А кого-то услышал? Да, я кого-то услышал, явно. Вон того чувака. Минус чувак. Без брони чуваков Сайга с этими патронами шикарно просто ваншотит. В голову, в тело. Пофиг куда. Но как только появляется какой-нибудь чувак в броне, особенно в броне какого-нибудь там четвертого уровня, которое иногда на бомжах даже встречается, то просто стреляешь в него, стреляешь в него, а ему абсолютно пофиг. Потому что я с полного магазина эту броню, может быть, пробью, если очень повезет. И как бы Сайга, это не особо скорострельная пушка. Но да. Я подошел сюда искать того чувака, которого я убил самым первым, но... Опять же. Из-за травы нифига не видно. И я не особенно помню, где именно я его убил, но... Да. Я так и не нашел его труп в итоге. Но, видимо, я ищу слишком далеко просто. Он был ближе к дому. Ну, хрен его знает. Ну, и после этого я решил немножко куда-нибудь сваливать. У меня, опять же, есть квест на поиск папки на лесопилке. Так что туда нужно когда-то сходить. И так же... Просто свалить карты тоже не помешает. Если вообще лег, чтобы разобраться со своими магазинами, еще что-нибудь такое сделать. Но бомж. Внезапно. Он меня как-то нашел. Он меня как-то продамажил. Ножи мне тоже на какой-то квест эти нужны. Ну да, я лег не потому, что я там услышал бомжа или подумал, что кто-то где-то рядом может быть. Я хотел лечь, открыть инвентарь, перезарядить магазины разряженные. Перезарядить лут. Но после этого я услышал, что кто-то рядом шарится в траве. Оказалось, бомж. Что он там делал, я не знаю. Зачем он там что-то делал, я не знаю. Но, к счастью, я его все-таки услышал и убил. Хоть я получил урон. Ну да. Где-то тут бункер. В бункере один из выходов, который мне явно недоступен, потому что я рядом с ним заспаунился. Он доступен, если я на другом конце карты. Но также в бункере немножко лута. Немножко лута просто так и немножко лута за дверью, которая открывается ключом. И ключ у меня есть, но я забыл взять его с собой. Так что, увы, печаль. Но сумку все равно осмотреть стоит, в которой абсолютно ничего нет. И ящик все равно осмотреть стоит, в котором совершенно внезапно термальный прицел. Который стоит, типа, там, под 200 тысяч. В общем, дорогой, крутой прицел. Который, в принципе, окупает весь мой эквип на этот ран. Типа, если меня прям сразу после поднятия этого прицела убьют. При условии, что я положил его в подсумок. Я смогу себе еще две таких сайги собрать. Чисто за этот прицел. Ну, может, не две. Может, типа, одну сайгу плюс весь эквип, плюс еще на весь эквип, кроме сайги останется. Потому что все-таки на сайги там глушитель чего-то стоит довольно неплохого. Прицел чего-то стоит. И все там подобное. Ну да, повезло. Но, опять же, это лут в подсумке, который у меня явно сохранится. Так что, в принципе, у меня ничего особенного ценного нет, кроме этого. Так что стоит еще пошариться по карте. Возможно, попытаться сделать квест с лесопилкой, с папкой. Ну и проверить всякие стандартные места, типа... Да, я зачем-то решил поселиться в этот момент. Не знаю, почему я до этого не решил поселиться. Ну да. В общем, проверить стандартные места, типа... Круга ритуального в лесу. Типа вот этой вот будки, которая примерно прямо по курсу. КПП. И все там подобное. Там есть еще справа домик, в котором всякие обвесные оружия спаунятся часто, но в этом ранее я в него не пошел. И где-то рядом с этим домиком есть палатка, в которой спаунится флешка. Флешки, кстати, подешевели с того, когда я их в прошлый раз проверял довольно безумно. Сейчас они, типа, 150 тысяч. Когда-то они стоили 800 тысяч. Ну, 800 тысяч они буквально пару дней стоили, а потом они стоили полмиллиона довольно долго. Ну, не знаю. Ну, подхожу к будке. И слышу, что там кто-то есть. Что там кто-то шуршит лутом. Ну и меня там явно услышали, так что особо маскироваться нет повода. И тем более там все еще шуршат лутом. Захожу и вижу чувака. И второго чувака. Который себе хилит что-то. Очень медленно себе хилит что-то. Ну, безумие, веселье и все тому подобное. Он себе хилил что-то КМС-ком. КМС-ка или как это называется, который набор, который восстанавливает конечность с нуля. И я бы очень хотел тоже восстановить себе руку с нуля, которой у меня в данный момент нет. Но проблема в том, что у этого чувака эта хрень была, видимо, в безопасной подсумке или что-то подобное. Потому что у него, в принципе, физически нет места, чтобы ее взять. Потому что, да, у него есть пистолет. У него есть жетон. И у него есть карманы. У него нет рюкзака или разгрузки. И это печально. Ну, два чувака сидят. Сидят в будке и хилятся. Безумие. И у меня нет места, чтобы перезарядиться. Тоже немножко безумие. Но на самом деле у меня условно есть место, потому что я могу что-нибудь выкинуть. Ну или нет. Ну да, я решил, что здесь, скорее всего, все облудано. Так что я слегка пошел отсюда. Но потом в какой-то момент я передумал и решил, что все-таки забрать Мосинку вместо Вепря это более хороший план. На обратном пути увидел этот труп. Ну, просто труп бомжа. Ничего необычного. Даже в карманах ничего ценного нет. Ну да. Вепрь. Он, конечно, терпимый, но Мосинка лучше. Проблема в том, что Вепрь немножко лучше подходит для ближнего боя, но он все равно не очень подходит для ближнего боя. Так что не такая же большая разница. Зато Мосинка немножко лучше подходит для дальнего боя, чем моя Сайга. Потому что на ней все-таки 3,5 прицел, а не 2-х кратный. Ну, а к Мосинку зарядил. Пошел. И внезапно... Что он здесь делает? Подъясните мне кто-нибудь. И вот это как раз та самая ситуация, когда бомж в броне четвертого уровня. Вроде бы. Может быть даже третьего, но вроде это четвертого уровня разгрузка, которая у него. И он поймал 4 выстрела в эту разгрузку, ему абсолютно пофиг. И пятым я его добил в голову, вроде бы. И теперь я снова сижу в этой будке и хируюсь. И снова перезаряжаюсь. То есть, типа, зашел в будку, перезарядился, перезарядил магазины, пересобрал эквип, все такое. Вышел из будки, снова идти в будку сразу же через 10 секунд. Тем же самым заниматься. Ну да, я чувака даже не стал обыскивать или стал обыскивать? Видимо, стал обыскивать. А, вон, да, у него на 2 трети всего лишь снесена броня. И у него 15 тысяч рублей. Вполне неплохо. Ну, в итоге я все-таки решил пойти на лесопилку. Потому что дождь, слегка туман, видимость плохая, так что стандартные снайперские дуэли здесь не настолько эффективно работают при такой видимости. Хотя они все равно работают. Но, по крайней мере, у меня немножко больше шансов, что меня не заснайперят через полкарты. Так что, вполне вариант сейчас пойти на эту лесопилку, сделать там квест. Если меня убьют, я теряю не так уж и много, потому что, ну что, у меня Мосинка, 15 тысяч, а сальга моя. Ну, у меня все равно в подсумке значительно более ценная вещь, чем все это. Ну, если меня не заснайперят, то вполне можно выполнить квест. Или, может быть, насобирать какой-нибудь ценный лут. Так что, постепенно иду на лесопилку. Я знаю, где квестовый предмет. Примерно. В том плане, что там три домика деревянных. Я знаю, что в одном из них. Я знаю, что не в центральном. Типа, в третьем домике. Под кроватью. Нужная мне папка. Ну, я не знаю, в третьем с какой стороны. Ну, и как бы, они подписаны. Но это нужно иметь глаза, чтобы видеть, что они подписаны. Ну, сейчас разберемся. Ну, здесь, на удивление, тихо, спокойно. Нет босса. Нет игроков со снайперками везде. Нет бомжей толпами. И вообще ничего особо опасного нет. Но я все равно так вот иду так, чтобы между мной и стандартными местами, где сидят игроки со снайперками, были какие-либо укрытия. Чуть-чуть помогает? Может быть. Ну, или, может быть, там просто нет игроков со снайперками. Там мертвый чувак прямо потом. Ну, и мертвый чувак, на которого я даже не посмотрел. Ну, ладно. И вон там живой чувак бежит. Прицел немножко неудобен, в том плане, что он сам довольно много закрывает всего. Я пытаюсь его найти. Выцелюсь, куда он делся. Он меня, видимо, не заметил. Потому что он, видимо, в эту сторону не смотрел. Но также, видимо, он убежал куда-то дальше от меня, как бы. Потому что он уже не на краю, его уже не видно с этой стороны. Также мне казалось, эти домики, которые мне нужны, в которых квестовые предметы, они примерно здесь, но они нифига не здесь. Я недостаточно хорошо знаю центр этой карты, потому что на лесопилке я бываю довольно редко. Куда делся, чувак? Ясно, куда делся, чувак. Там труп. Труп это не чувак. Так что я решил обойти с какого-то... Зайти, как бы, с какой-то стороны, откуда у меня будет получше обзор на это все. Так что пошел правее и выше. Там еще трупы. И вон он, наш чувак. И он просто так рандомно ложится, так что это явно игрок. Но также у меня обзор на него не очень хороший. Так что я его нифига не могу убить. Но также, видимо, он слепой, потому что он не понимает, где ей бежит туда, откуда я по нему стреляю, стоя в полный рост под деревом. И, видимо, он все-таки думал, что я по нему стреляю с противоположной стороны, потому что он смотрит в противоположную сторону. Ну да, минус чувак. И это был игрок. Это был игрок-бомж. И у него был АК-105, который я себе взял, потому что это все-таки для ближнего боя более подходящая пушка, чем что-либо, что я находил в этом ранее. А ближний бой, он, конечно, изредка случается на этой карте, но... Да, довольно изредка случается. В общем, я все-таки предпочитаю иметь второе оружие, которое... Как бы, если мое первое оружие это условно снайпер, то вторым оружием я бы предпочел что-то, что подходит для ближнего боя. Ну и тут я традиционно, как идиот, перекидываю лут туда-сюда, вместо того, чтобы забрать просто его рюкзак. Потому что у меня рюкзак 3х3, у него рюкзак типа там 4х6 или сколько? 4х5. А, но в итоге я все-таки вспомнил, что это так работает, да. Не взял его в рюкзак, взял еще аптечку. И немножко перешатал свои предметы, чтобы у меня было немножко больше места в инвентаре. Ну, еще немножко перезарядки. И перешатывание патронов. Вынуть патроны из одного магазина, засунуть в другой. Засунуть обратно в этот же. А, наверное, неплохим планом было бы просто вытянуть пустой магазин, потому что сам магазин ничего, по сути, не стоит особо. И вероятность того, что я найду патроны, которые можно в него зарядить, не очень большая. Ну, патроны, которые можно в него зарядить, и это поможет. То есть такие же примерно, которые у меня там были заряжены. Потому что картечь мне не сильно поможет. Но да, вполне вариант продолжить, как бы вполне хороший план продолжить дело того чувака и лутать трупы здесь. И у этого трупа атака 2. Это один из лучших разгрузоков в игре. И в нем пояс. Это одна из лучших разгрузок в игре. Так что привет, ништяки. И это тоже явный игрок, труп которого я обыскиваю. Но его убили до меня, его обыскали уже до меня, но не взяли рюкзак. Ну или что. Положили в рюкзак разгрузку. В общем, странно как-то. Пушки у него нет. Зато у него есть патроны для фала. Ну и да, это атака 2, в которую почти влезают 2 рюкзак от дикого. Это вполне хорошая сумка. У этого чувака неизвестны мне шлемы броня. И это хорошая броня. Четвертого класса, все такое. Но я не стал ее брать, потому что она почти убитая. Моя, конечно, третьего класса. Но она меня немножко лучше, мне кажется, защитит в этом квесте. Типа, если вынести и починить, то его броня это более хороший вариант. Но не факт, что я ее вынесу. Ну и стрельба где-то условно неподалеку. Так что я решил немножко все-таки сваливать. Но у меня все еще есть квест, который я все еще хочу выполнить. Так что я бы хотел найти эти домики. Которые мне нужны. Так что я тут бегаю и ищу домики. Я помню, что они как бы на этой стороне лесопилки. Но не помню, где конкретно. Но оказалось в итоге, что здесь конкретно. Вот они, три домика. Внизине. И опять же, мне нужен третий домик. Но это первый домик. И глаз у меня, видимо, нет. Так что огромная цифра 1 на стене рядом со входом. Она мне ни о чем не говорит. Так что я все равно буду тут все осматривать полчаса. А шлем с того чувака тоже выпал. Нормальный. Четвертого класса сам шлем. Забрал у третьего класса. Но наушники не лезут с ним. Так что я решил со своим все-таки побегать пока что. Возможно, зря. Не уверен. Ну, второй домик это точно не то, что мне нужно. И вот он, домик номер три. И вот она, квестовая папка. Теперь нужно ее вынести с этого квеста. Это немножко сложнее. Потому что подобрать ее не такая уж большая проблема. Наверное, даже можно просто там заспауниться без эквипа, чисто с топором, добежать, подобрать папку. Ну, там пять раз, там, четыре раза из пяти меня убьют по пути. На пятой я, может быть, добегу и подберу эту папку. Вынести ее, опять же, значительно сложнее. Но, к счастью, это уже достаточно поздний момент в игре. У меня в инвентаре жетоны, там, половины игроков, которые на этой карте были изначально. Можно предположить, что кто-то с карты свалил. Так что, скорее всего, здесь там один-два человека, кроме меня, на карте. Плюс бомжи. Плюс игроки-бомжи, которых тоже время от времени спаунят. Так что, все-таки, все-таки все слегка опасно. Но не так опасно, как в самом начале раунда. Но, тем не менее, бомжи здесь есть. Это не игрок, это просто бомж. К счастью, я его заметил раньше, чем он меня. Я слышу слева вопли, но я подошел чисто проверить, игрок это или нет. Посмотреть, есть у него подсомок или нет. И после этого сразу резко стал сваливать, потому что я не хочу связываться с бомжами, когда у меня квестовый предмет, куча ценного лута. И неполное хп, сломанная рука и все такое. Так что я лучше свалю к выходу. Ну и поскольку я заспаунился с той стороны, где домик, то мне нужен выход, который... Блокпост он, по-моему. Какой-то блокпост. Тут есть бункер, где-то неподалеку, который тоже может быть для меня выходом, негарантированным. Я не особенно хорошо умею его искать с этой стороны. Типа, если с другой стороны идти, я знаю, как его найти. Если отсюда идти, ну он где-то слева от меня или что-то типа того сейчас. Но конкретно я не знаю. Так что я не стал его особо искать. Тем более, что он не всегда выход, он типа иногда доступен. И узнаю я об этом только когда зайду внутрь. По сути. Хотя там тоже есть немножко лута. Ну да ладно. Но на самом деле тот выход, который был к посту, он тоже довольно удобен, потому что мне просто пройти вдоль края карты направо сейчас. Но сначала нужно разобраться с этим чуваком, который тут, опять же, внезапно просто так ходит. Почему когда мне нужно по квесту убивать бомжей, то их нифига нет? А когда мне не нужно по квесту убивать бомжей, то их толпы везде. Ясно. Но также у меня есть еще одна проблема, которую я в этот момент не заметил, но она есть. Нолик красный в левом нижнем углу экрана. В левом нижнем углу инвентаря. Немножко дегидрация. Я ее заметил примерно вот сейчас, когда эффект боли и того, что я нихрена не вижу. Ну да, проверил. Ноль воды. Чуть-чуть энергии. Первым делом съел анальгин, чтобы избавиться от неприятного визуального эффекта. Отбежал куда-то еще и стал проверять инвентарь. К счастью, у меня есть яблочный сок и сухпоек, так что это проблема на самом деле. Не проблема. Но это было бы немножко внезапно, умереть от дегидрации с полным инвентарем ништяков. Ну а так перед выходом с квеста попить, поесть и все такое. Почему нет? Ну и опять же, выход, который мне нужен, он просто вдоль этого края карты. Так что я иду вдоль стены, по сути. И надеюсь, что я не встречу игроков, и надеюсь, что я не встречу особо опасных бомжей. И также стараюсь не тратить всю свою стамину и немножко осматриваться и следить за тем, что происходит вокруг. Это тоже немножко важно. Странно, вокруг этого домика, я не знаю, что это, склада, видимо. Или что-то такого. Вокруг него обычно тусит довольно много бомжей. Типа, это одно из тех мест, где я бы на этой карте фармил бомжей, если бы мне нужно было фармить бомжей. Либо домик на той стороне карты, либо вот этот домик, склад на этой стороне карты. Но сейчас тут никого. Удивительно. Ну, условно, никого там был, конечно, один бомж, которого я убил. Но он немножко дальше все-таки. Но в целом, все тихо. Никакой особой стрельбы. Никакого особого мяса. Никто не химперит выход. Что слегка удивительно. Так что я совершенно спокойно сваливаю отсюда. Три, по сути, квеста за один ран. Убить чуваков усиковских, который друг запада квест. Убить чуваков из шутгана, не чуваков, а бомжей. И вынести папку. Так что да. Вполне отличный ран. Еще и куча ценного лута. 33 минуты. 6000 экспы с лишним. 11 убийств. Три из которых игроки. Один игрок бомж, и два игрока игрока. Ну и я нанес аж целое 1800 урона. В общем, вполне хороший ран. Ну и теперь давайте я все-таки перейду с посткомментирования на не посткомментирование. И поздаю квесты. И все такое. Окей. После этого рана на самом деле был еще один небольшой ран на заводе, в котором я убил одного бомжа. Потому что, ну, я убил больше, чем одного бомжа. Но мне нужно было еще убить одного бомжа на один из квестов. И также я докачался до 28 уровня. В этом же ране. Блин. Когда-нибудь я зайду в персонажа. И 28 уровень мне нужен был для кого-то из торговцев. Для лыжника, наверное. Но поехали сдавать разные квесты. Прапор. На самом деле я не могу еще сдать этот квест. Потому что мне нужно убить еще 6 чуваков на побережье в боковой разгрузке дикого. Но зато это выполнено. Также можно нажимаемую сдать. Это все вполне хорошо. А терапевт папку можно сдать ей. Или можно сдать ее лыжнику. Лыжник за нее дает в 2 раза больше денег. Или даже почти в 3 раза больше денег. На типа 190 тысяч. Терапевт дает 73 тысячи. То есть он дает значительно больше денег. Но при этом у него репутация от этого растет слабее. И экспо он дает тоже сильно меньше. Так что наверное я все-таки сюда сдам. Потому что я могу. Я получу типа минус 0.3 у лыжника. Или тоже минус 0.1. Или что-то такое. Но пофиг. Тут либо там, либо там минус получать. Так что передать. Завершить. Ок. Что-то еще открылось. По идее нет. Этот квест вроде бы не открывает ничего нового. Сюда вот нужен ключ 306. Которого у меня нет. Сюда нужно еще дофига всего. Сюда нужно еще 2 банки тушенки. Которых у меня тоже нет. Ладно. Так. У скупщика не бывает квестов. У лыжника. У лыжника вот это вот. Я отдал ему рюкзаки. Я убил 5 бойцов. Юсак. Я отдал ему поэт карьер. Можно завершить. Дает 700 долларов. Дает М4А1. Неплохо. Неплохо. И теперь у меня Друг Запада 2. Просто заплатить ему 6000 долларов. Ну. У меня столько не... Фига. Оно даже не предлагает сколько-то конкретно передать. Ну ладно. У меня столько нету. Но. Сколько-то у меня есть. Надо продавать все. Миротворцу. Чтобы были доллары. Чтобы было что отдавать. Так что видимо это дальнейший план. Завершение этого квеста. Этой ветки квестов. Возможно там третья часть есть. Открывает мне миротворца. Как торговца. Не как торговца. А как квестодателя. Кстати. Так что это нужно сделать. Ну ладно. У механика что-то есть? Механика есть оружейник. Кстати. Который я тоже сделал. За кадром. Модифицировать М4А1 до требуемых параметров. Магазин на 60. Глушитель. Эргономика больше 70. Сумма отдача меньше 350. Вес. Прицельная дальность. По сути. Такая вот М-ка. Этот приклад. Этот цвьё. Рукоятка у меня стоит Кобра. Эргономика плюс 11. Прицел. Компакт призм. Он нужен чтобы прицельная дальность была. Глушитель. Такой. По идее можно другой глушитель. Который. На переходник на какой-то ставится. И тогда можно другую рукоятку более дешёвую. Там и всё там подобное. Но в общем я так сделал. Как-то так. Магазин на 60. Пустой. Не пустой магазин. По-моему её по весу. Перегрузит. И чувак её не примет. В итоге получается ровно 70 эргономика. Прицельная дальность 800. Отдача меньше 350. Ну и остальное ему особо не важно. Вес 3300. Так что поехали. Это сдадим. Плюс биткоин. Плюс евро. Это всё вполне неплохо. И да. Завершить. Мне дали оружейник часть 5. Логично. Модифицировать DWL 10 для требуемых параметров. Дают 210 тысяч. Нормально. Ну хотя наверное сама винтовка довольно дорогая. Дают экспу и репутацию. Что немножко более важно. Оптический прицел и мультивазерный блок. Сумма отдачи меньше 400. Рэкономика выше 37. Масса не более 6 из 6 килограммов. Стрелять нужно с 2 километров. Окей. Снайперка у меня есть на самом деле. Потому что её прапор давал по квесту. Ну как награду за квест. Так что нужно на неё просто всё это навесить. Ну всё это это что-то на неё нужно навесить. Чтобы у неё параметры совпадали. Но снайперка сама есть. Сколько она стоит хрен его знает. Можно наверное бархолки проверить. Ясно. Ну ладно. Что ещё у бархольщика? Документы всё ещё нужно найти. У егеря я сдал сразу тот квест. Который у меня был на убить 5 человек. 5 бомжей не хилис. Но так же я сделал вот это вот. 50 диких по всей территории Таркова. Довольно легко пассивно выполняется. Никаких проблем. Дает кучу экспы. Дает чуть-чуть репутации с егерем. Почему у меня написано 0,57. Но нужно 0,20. И у меня меньше. По-моему тут что-то не так. Или мне показывает типа репутацию с папором. У меня у всех показывает 0,57. Ясно. Тут что-то сломалось. Бывает. Ну да. Это можно завершить. Ещё пачка квестов доступна. Но не на... Почему каждый раз, когда я сдаю квесты, что-то ломается? Ладно. Написано на самом деле. Убить трёх операторов ослеплённых флеш-гранатой. Выполниться когда-нибудь. Надо просто флешки массовые носить. Убить 10 операторов в районе общаг на таможне. Общаги это... Как бы это значительно более адекватный квест, чем убивать в офисах на заводе. Потому что общаги это намного более популярная локация. И дают две флешки. Класс. И две папки. И здесь... Ага. Найти в рейде три карточки и отдать им отри карточки в лобу. У меня есть одна. И сам я в лобу особо не хожу. Ладно. Когда-нибудь нужно найти и сдать. Они редко падают. Но иногда бомжи с ними спавнятся. То есть иногда они с бомжей лутаются. И иногда я сам спавню с бомжом. И у меня есть эта карточка. Просто в таких случаях вносить. И всё. Я опять же могу ему отдать три флешки. Но не вижу в этом особого смысла. Потому что... Флешки всё-таки довольно дорогие. Репутация у него и так прокачается. Когда-то. Я не знаю сколько у меня сейчас. Ну ладно. Ещё одна вещь, которую я хочу сделать. Надо посмотреть, что теперь лыжник продаёт. Продаёт он дофига всего, кстати. Магазин для М700 снайперки. Прицел. Обменивается на пять жетонов 20 уровня. Направляющая. Короче, всё на снайперке. Он начал продавать или что. Для СКС ложа. Приклад какой-то. Ммм... Кусок П-90. Корпус, по сути, П-90. Строу для П-90. Верхний ресивер для П-90. Короче, всё для П-90. Всё для разных снайперок. Он сам продаёт снайперку диверсант, которую мне нужно модифицировать. Но он точнее её меняет. И он продаёт какую-то такую штуку. Меняет он её на 10 статуэток. Это неудобно. Ну ладно. Интересно. Вполне интересно. И также М80 патроны. Но их до этого кто-то тоже продавал. Так что это не настолько важно. Ммм... Почему у него здесь есть эти магазины, здесь есть эти же магазины или другие? Другие. Это на 20, на 30. Ладно. Ну, в общем, куча. Куча новых ништяков. Механик через пару уровней, может быть, докачается. Почему? Он пишет красным. У меня явно больше... Больше 30 репутаций с ним. Ну, по крайней мере, у него довольно простые квесты, по большей части. А у Егеря я не знаю, сколько у меня сейчас репутаций. Но в теории мне нужно что-то ещё одно сделать, чтобы было больше, чем 0,20. Там, не знаю, решаупнуть. Найти дома. У него дофига разных квестов, так что это... Это не так уж сложно. Слой вахтёр. Офигенное название. Ну, и остальное... Там много чего по уровню залучено. Ну, в общем, да. Как-то так с квестами. Что мне в итоге дают? Снайперка, всякие наборы, куча денег. Деньги я сразу возьму. Шланги я тоже сразу возьму, потому что они выгодно продаются и самому может быть понадобятся. КМС. Это всё вполне хорошо. Остальное пока что не буду брать. Механик даёт прицел, шотган, биткоин и кучу денег разных. Лыжник даёт доллары, которые ему уже можно обратно отдать. Вал ещё за какие-то прошлые квесты. М4. Вполне неплохо. Лыжник даёт пушки на квесты механика. Это немножко странно. А тут всё старое плюс деньги. И всё, у прапора я не... не выполнил ничего. И у брохольщика я тоже не выполнил ничего, но он даёт вот это вот всё. Запрошу квесты. Ну ладно. Как-то так. Теперь я буду выполнять какие-то другие квесты, наверное. Не знаю, следующее видео с посткомментированием, не с посткомментированием. Как получится? Может быть стрим вообще когда-то? Может быть нет? Опять же, как получится. Также нужно где-то массово качать уровень. Он хорошо качается за квесты. Он лучше всего качается за квесты. Но также он неплохо качается, если пойти на какой-нибудь завод и убивать там людей. Почему-то не написано, сколько мне до следующего уровня. Это странно. Почему здесь нет этой повозки? Оно может быть где-то написано, но... Но это странно. Ну да. А, вот здесь написано, да. Здесь есть повозка. Ну, половину я набрал. 39 тысяч ещё. Хороший, успешный рейд с пачкой убийств, в котором я выживаю, это где-то тысяч шесть, семь, восемь. Так что на рейдах оно всё-таки медленно качается, а за квесты дают вполне по 10 тысяч и больше. Без проблем. Но, когда я не докачаюсь. Так же, когда я не докачаюсь силу до чего-нибудь, чтобы иметь возможность что-то там построить в убежище. И всё там подобное. Сейчас я ничего не имею возможность построить в убежище. Увы. Ну ладно. Тогда на этом всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok